Здравствуйте, товарищи! Так, сегодня у меня необычный видос. Хочу показать вам свое новое приобретение, что я сегодня купил для дома. Это вообще не про мотоциклы, не про баб, а немножко про другое. Дело в том, что я решил сделать в себя немножко ремонт на кухне и поменять кухню. Точнее, я заказал в Икеа несколько модулей, из которых буду делать кухню. Ну, а пока у меня он, как можно видеть, это вот такая мойка. Я хочу избавиться, дал объявление на ебы, подарить хочу бесплатно отдать, лишь бы вывезли кто-то. Ну и плита, плита такая обычная, 4-комфорочная. В общем, она принадлежит квартире, ну, арендатору, поэтому я ее верну арендатору. Мой план сделать кухню, в общем, плиту, духовку я вообще не хочу. То есть, мне классическая плита и духовка нахер не нужна, потому что максимально я использую на этой плите 2 комфорки. То есть, я живу один, мне 2 комфорки одновременно хватает за глаза. Больше мне не нужно. Поэтому, поэтому, сегодня был в магазине, то есть, я вчера послал нужные сигналы в космос, что мне вот прям надо, да? Посмотрел на Амазоне, ну, что-то дороговато. И сегодня пошел в магазин, и там она лежала. Вот она вот. Я решил ее купить, и вот и я ее купил. Сейчас я вам покажу, о чем идет речь. А купил я вот эту вот замечательную индукционную плитку, двухкомфорочную. То есть, от пола она, ой, точнее, от пола. Высота ее несколько сантиметров, где-то сантиметра 4. Такая алюминиевая окантовочка. Смотрится, в общем, бомбезно. Видите, преимущество, опять же, этой плитки. Я могу ее двигать, я могу ее переставлять. То есть, сейчас у меня кухня импровизирована, скажем так, в моей комнате. То есть, я могу сейчас здесь варить макароны. То есть, открыть окно и варить макароны. Единственный нюанс, единственный минус, я бы сказал, вот у таких плиток, это она немножко шумит, потому что там снизу установлены вентиляторы, которые ее охлаждают. Давайте сейчас покажу ее в деле, как она, блядь, устроена. Вот я тут приготовил немножечко водички. Допустим, если бы я решил мутить там макарошки. Так, и вот здесь есть кнопка буст. Мы включаем, а не, надо сначала здесь включить. Жмакаем на буст. Нет, сюда. И буст. Все, и она пошла на максимал. В принципе, я уже пробовал кипятить, вообще все работает на ура. Все четко, отлично, очень здорово. И преимущество того, что на ней можно очень хорошо экономить электричество, это вообще очень здорово. То есть, она не выделяет ненужного тепла. То есть, видите, тепло выделяется непосредственно под кастрюлей. С краев она не выделяется. Вон уже пузырьки пошли, только включил. Так, буст отключился. Я могу добавить, вот на максималку поставил, на десяточку. То есть, она все равно продолжает так же, как на пузырьке. То есть, закипает махом. И что мне нравится вот у этих индукционных, вот смотрите, допустим, я скипятил, все, я ее выключил, убрал сторонку, и я могу ее трогать. Я могу ее тут же вытереть, к ней ничего не пригорит. Вот это очень классно в индукционных плитах. Единственный минус, что она немножко шумит. Но, тут опять же есть функция таймера. Можно поставить там, скажем, когда макароны, значит, закипели, выставил нужную, нужную степень подогрева, включил таймер там на 10 минут, и ушел там по своим делам. Все, макарошки уже не разварятся. Если даже забудешь, по крайней мере, они сам выключатся. Это очень здорово. Я очень рад, что приобрел эту плитку, поэтому жду, послезавтра мне должна прийти кухня. Я ее установлю, соответственно, все поставлю, ну и потом, может быть, сниму на эту тему небольшой видосик. Вот, блядь, как-то так. Да, все, всем пока.